Около 5000 квадратных метров жилья ввели в Сарове за прошлый год. За 24 года введено почти 750 тысяч квадратных метров. Но темпы прироста ввода жилья снижаются, поскольку заканчивается территория для застройки, а население города растет. Участки для точечного строительства на Гагарина, Зерново, Садово и так далее закончились. Есть территория под реновацию, но вот в новом районе, например, не нашлось желающих инвесторов. В дальней перспективе застройка 1А1Б. Сегодня мы должны построить дорогу к поликлинике, которая будет такой дорогой в северной части, чтобы этот микрорайон начать усваивать. И с южной стороны мы сегодня ставим на кадастровый учет земельные участки для многодетных и будем включаться в программу, чтобы нам в области выделила деньги на инфраструктуру и также надеемся, что освоение начнется. Но здесь более глобальный и серьезный вопрос – это строительство коммуникаций. По оценкам ресурсоснабжающих организаций, строительство инфраструктуры обойдется в миллиарды рублей. И еще одна далекая перспектива – северная территория. Но указ об их присоединении не подписан. Также Михаил Кашпаев рассказал про выделение участков в многодетном. В очереди по ДЖС стоят 145 человек. Еще 77 семей ждут земли под сады. На улице Нижегородской выделено 72 участка. Туда полностью подведены коммуникации и сделана инфраструктура. На улице Западной предполагают выделить 31 земельный участок. У нас возникли сложности с экспертизой, потому что по замечаниям там нужно было проводить как раз изыскание на карстоопасность, на гидрометеорологию и так далее. И к сожалению, пока мы все эти деньги выделяли и шкали. 3 марта заключен контракт с экспертизой на прохождение экспертизы этой территории. После получения заключения администрация включится в конкурсный отбор на софинансирование строительства инфраструктуры. Конкурс на строительство транспортной инфраструктуры в этом году уже прошел, но есть шанс подать заявку на инженерную инфраструктуру. В микрорайонах 1А1Б на кадастровый учет поставят 70 участков. Также на социальном комитете обсудили еще одну же утрепещущую тему – возникновение стаи бездомных собак в городе. По новому закону, умерщвление бездомных животных запрещено без каких-то веских показаний, например, серьезной болезни. Поэтому их отлавливают, вакцинируют, стерилизуют, прививают, беркуют и выпускают на волю. Некоторых оставляют в приемнике на попечение волонтеров, но места там уже закончились. В 2020 году это было 63. 34 было передано волонтерам, 29 выпущено обратно в среду. В 2021 году за прошедший период 26 животных отловлено. И все они выпущены в среду обитания. Животных выпускают, причем процесс фиксируют на видео и заполняют по каждой особи отчеты для комитета по ветеринарии. Отбиркованных животных вторично не отлавливают. Поймать их заново могут только, если они проявляют агрессию вплоть до укусов. Нас тоже не устраивают такие положения, законы. Это причем обсуждается по всей стране. Действительно, что первично, гуманное отношение к животному, либо все-таки защита человека от агрессивного нападения животных и от болезни животных. Мы понимаем, что следует за укусом животного. Но пока это обсуждается, но никаких изменений и поправок нет. Сегодня, конечно, это вызывает огромное количество обращений граждан в департамент городского хозяйства, в ГБУ. Пока как вариант рассматривают создание приютов. В Нижегородской области будут строиться большие стационарные приюты примерно на 500 голов каждый. Наш приемник также ждет реконструкция и преобразование в приют. Но процесс это не быстрый. Депутаты решили детально проработать эту тему. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.